Время новостей. В студии Светлана Леонтьева. Доброй ночи. Украина готова к войне, но никогда не перестанет бороться за мир дипломатическим путем. Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, Россия называет скопление своих войск у границ Украины обычными учениями, хотя весь мир понимает, чем на самом деле это грозит. Поэтому Евросоюз, Соединенные Штаты Америки и НАТО поддерживают Украину деньгами, санкциями против Кремля и жесткими резолюциями. Однако на восьмом году российской агрессии в нашей стране нужны еще более решительные действия. Первый шаг сделал сам Владимир Зеленский, предложив российскому президенту встретиться в любой горячей точке Донбасса. И отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды президент России сказал, если драка неизбежна, нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привести мир на танки. Людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить постоянно. Защитить и освобождать. И почему для этого их могут обстрелять или бомбить. В том числе оставшимся в живых нашим старикам, которые освобождали, между прочим, эту землю от нацистов. И не понимают, почему их мирная жизнь, спустя 75 лет, вновь оказалась под угрозой войны. Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному, по-разному смотрят в будущее. Мы – это мы. А вы – это вы. Но это не обязательно проблема. Это возможность, как минимум, возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь. Вчера и сегодня на заседаниях советников в Нормандской четверке и подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня. Но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничений, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине! В подготовке взрывов на складах в Чехии участвовали как минимум шесть агентов ГРУ России. Об этом говорится в расследовании группы Билинкет и чешского издания «Респект». В свою очередь в российском МИДе намекнули, мол, власти Чехии сами виноваты. Зачем сдавать в аренду частные компании, военные склады и не контролировать их государством? О политическом скандале в Праге рассказывает моя коллега Мария Строева. Политический кризис между Чехией и Россией может перейти в новую, еще более острую фазу. Только что вице-премьер, исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек, заявил, что вызывает к себе российского посла. Дело в том, что еще утром Пан Гамачек заявил, что готов настаивать на том, чтобы российские дипломаты покинули Чехию, оставив посольство в том же составе, в каком сейчас находится чешское посольство в Москве. Пока премьер-министр страны Андрей Бабиш извинился за свое вчерашнее заявление. Хочу еще раз повторить, не был тот факт государственного терроризма. Это была атака на товары, принадлежащие болгарским военным. Конечно, та деятельность российских агентов в нашей стране абсолютно недружественна. Это вроде как, значит, как можно было понять премьер-министра Чехии, не страшно. Сегодня за эти слова он извинился. Они вызвали чрезвычайно резкую реакцию и общества, и оппозиции. Сегодня в парламенте премьер-министру, видимо, предстоит дать ответ за свои действия и за свои заявления. Более того, ночью на Пражском Граде лазером было написано «государственная измена». Таким образом, одна из общественных организаций потребовала от парламента подать конституционную жалобу на президента страны Милоша Земена, которого они обвиняют в государственной измене в связи со всем случившимся. Кстати говоря, Земен до сих пор не то что не обратился к нации, но вообще никак не прокомментировал происходящее. Напомню, президент Чехии известен своими пророссийскими убеждениями. Ситуация со спутником в этой связи практически ушла с информационных радаров. Однако все последние недели после случившегося в Словакии правительство Андрея Бабиша всячески давало понять, что категорически не будет применять спутник ВИ в Чехии до тех пор, пока и если Еврокомиссия не выдаст регистрацию на эту вакцину. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала предоставить осужденному оппозиционеру Алексею Навальному медицинскую помощь. Об этом он сказала во время выступления по видеосвязи Парламентской ассамблеи Совета Европы. Накануне сообщалось, что врачи приняли решение о переводе Алексея Навального из колонии в одиночную камеру туберкулезной больницы на территории колонии во Владимирской области. Его личного врача так и не допустили к больному. Он абсолютно прав, что он не доверяет медицине в СИН, потому что мы видим, как все это происходит. И более того, если бы нас сюда пустили, то мы бы поняли, что да, люди прозрачно, правильно лечат, все хорошо. Но если не пускают, значит есть что скрывать. Ресторанный бизнес, сфера розничной торговли и развлечений больше всего пострадали из-за пандемии коронавируса не только в Украине, но и во всем мире. Украинское правительство выплатит по 8 тысяч гривен предпринимателям и наемным работникам в красных карантинных зонах. Наемный работник получит компенсацию, если за него организация начисляла государству единый социальный взнос. Средняя заработная плата не превышает 30 тысяч гривен и он не работает по совместительству. Для предпринимателей условия другие. Зарегистрированный более трех месяцев, то есть невозможно зарегистрироваться сегодня, а завтра зарегистрироваться на помощь. Платил ЕСВ не менее чем за 7 месяцев в 2020 году. Если он не является одновременно наемным работником. Еще раз хочу отметить, что полный перечень всех условий, всех кведов есть на прекрасном сайте dia. Чтобы получить компенсацию, нужно зарегистрироваться на портале или в мобильном приложении ДИИ в течение 30 дней. Обновите версию ДИИ, поскольку услуга доступна только в обновленной версии. Проверяйте свои данные, а потом уже после того, как будет двигаться ваше заявление по проверке по зачислению средств, мы будем сообщать вам соответствующими уведомлениями. Рассчитывать на государственную помощь могут и в регионах, которые вышли из красной зоны эпидопасности. У всех граждан, проживающих или работающих в регионах, которые были раньше или находятся сейчас в карантинной красной зоне, есть возможность обратиться в течение 30 календарных дней. Если сложится ситуация, когда в регионах продолжатся такие карантинные ограничения, будет также установлен срок 30 дней, в течение которого можно обратиться за оформлением соответствующей помощи. Кроме государственной помощи, украинцы также могут получить дополнительные выплаты от местных властей. Влада Цурка, Новости Украины. Вакцинация в Украине продолжается. Прививку от COVID-19 уже получили около полумиллиона человек, из них более 37 тысяч жителей Днепропетровской области. Сейчас в регионе используют два препарата – индийский кавишилт и китайский коронавак. Рассказывают наши корреспонденты. В кабинет, временно оборудованный под прививочный, один за другим заходят криворожские горноспасатели. Весь отряд пригласили на вакцинацию от коронавируса. Отказываться не стали и те, кто уже переболел, и те, кто еще не сталкивался с COVID-19. Мы максимально пытаемся разъяснить людям о необходимости проведения вакцинации, потому что другого способа борьбы с этой эпидемией в мире нет. Спасатели говорят, их работа напрямую связана с общением с людьми, и вакцина значительно уменьшает риск инфицирования. Иммунитет каждого человека в отдельности и коллективный иммунитет – это то, что может обеспечить нам защиту от этого заболевания. Сначала иммунизации прививки от коронавируса получили более 200 горноспасателей. Их вакцинируют препаратом Ковишилд. Вакцины китайского производства Коронавак, которая в область поступила на прошлой неделе, прививают тех, кто не может самостоятельно дойти в прививочные пункты. У 24-летней Александры Литвин ДЦП. Ее мама рассказывает, на вакцинацию записала несколько дней назад. Женщина не ожидала, что мобильная бригада приедет настолько быстро. Прививки сделали и Александре, и ее родителям. Потому что уже много из знакомых тяжело болело, и, скажем так, страшно. Хочется этого как-то избежать. Ежедневно бригады медиков посещают несколько десятков семей в области, где есть малоподвижные люди. Коронаваком будут вакцинировать и педагогов, которые участвуют в проведении внешнего независимого оценивания. Мы уже получили списки участников ВНО, которые выразили желание быть привитыми. То есть как раз то количество вакцины, которое сейчас поступило, и соответствует потребности, которые у нас есть. И по маломобильным членам семей и для ВНО. С начала прививочной кампании в Днепропетровской области вакцинировали более 37 тысяч человек. Наталья Гусу, Владислав Смоляной, Новости Украины. Финалисты на молодежном чемпионате мира по боксу определились сегодня в польском Кельце. Уже обеспечили себе серебро, будут бороться за золото мирового первенства четверо украинцев. Это Кристина Лакичук, Юрий Захареев, Илья Тагобицкий и Базарабой Матякубов. Руслан Цикало проиграл полуфинальный поединок. У него бронзовая медаль. Финальные поединки состоятся 22 и 23 апреля. Казацкий кофе можно выпить в Каменской Сечи. Все больше туристов посещают это место в Херсонской области. Там можно не только насладиться красивой природой, но и больше узнать об истории казачества. Побывала в живописной местности и Янина Лебедева. Это такие символические ворота с часовней в честь покрова Пресвятой Богородицы. Каменская сечь – шестая запорожская сечь. Ее основали казаки атамана Кости Гордиенко. Здесь, на окраине села Республиканец в Херсонской области, находится могила атамана. Эта территория является памяткой истории национального значения. Кресты стоят в Кашевых атаманов и Кости Гордиенко натуральный крест. Кашевой атаман – кто же он такой? Ну как жить на Сечи и не знать, кто такой Костя Гордиенко? Раньше здесь была церковь и курини, а вокруг – пригород с ремесленниками. Во время раскопок ученые регулярно находят артефакты казахских времен. Это реконструкция одной из пиалок, которые нашли на Каменской Сечи. Производились они в Турции в городе Кютахья и попадали сюда уже как экспорт. Историк и конструктор показывают туристам копии найденной посуды. Исследователи предполагают, из таких пиалок казаки пили кофе. Когда казаки проживали на Каменской Сечи, это была территория Крымского ханства, где кофе является национальным напитком. То есть ничего удивительного здесь нет. Старинные рецепты не сохранились, но краеведы делятся своими. Я завариваю в котелке. Но как это делали казаки, мы не знаем. Рецепт очень прост. Побольше кофе, поменьше воды. На территории Каменской Сечи проводят фестивали и праздники. Сейчас разрабатывают новые туристические маршруты. С одной стороны, у нас природа хорошая, которая за моими плечами. С другой стороны, историко-культурная достопримечательность. Плюс у нас есть уникальная церковь в селе Кочкаровка. И поселение Бойко в селе Дудчаны. То есть мы это все хотим объединить. Во время пандемии туристы сюда едут, если не на экскурсию, то за красочным фото на память. Я здесь первый раз, и мне очень тут комфортно. Вообще, в нашей области очень много исторических мест, о которых мы никогда даже не знали, не подозревали. Сейчас во время карантина есть возможность открывать их для себя, искать какие-то варианты, путешествовать куда-то там, даже в другие города опасно сейчас. При этом Каменская Сечь открыта для посетителей круглый год. Летом же планируют подготовить для туристов новые локации для отдыха. Янина Лебедева, Сергей Тымчинский, Новости Украины. С пожеланием мира и крепкого здоровья я прощаюсь с вами до завтра. Наши новости всегда можно найти в соцсетях. А в этой студии завтра встречаете Дарью Вершиленко. Доброй ночи и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok